Как стать летчиком-истребителем? Легко ли потом найти себя на гражданке? И о чем мечтают настоящие пилоты-истребители? Обо всем этом узнаете сегодня. Смотрите внимательно. Если вы осознали, что вам срочно необходимы навыки пилотирования, то для вас есть два варианта. Отправиться в летную школу или на тренажеры. Вы можете сказать, что последние не дадут навыков пилотирования. И вообще, это все игрушки детские, и нечего позорить этим братьям Фрайт. Но не торопитесь, ведь есть то, о чем мы вам сегодня расскажем. И это заслуживает внимания не только любителей самолетов, но и искателей острых ощущений, а также желающих стать летчиками-истребителей. Приветствую, на связи Нью-Солдат. Держитесь крепче, мы начинаем. Итак, вы спрашивали, как стать пилотом-истребителя. Давайте сразу быка за рога. Хотите попробовать на себе, каково это? Такую возможность дает авиатренажер Су-27. Начните с него. Это крайне реалистичный симулятор полета. В кабине вас ждет копия кокпита истребителя Су-27. Все элементы являются хорошей копией оригинала, но при этом нет ни единой детали от настоящего самолета. В это сложно поверить, но найти отличие довольно проблематично. Благодаря этому новичок сможет ощутить, каково находиться в кабине настоящего истребителя. А опытный пилот будет себя чувствовать уютно и комфортно. Качественную картинку обеспечивают 6 ЖК-дисплеев и графическая станция. Проще говоря, этот тренажер не собран из обочего, что дает ему преимущество в полноценном погружении в реальность пилотирования истребителя. Дополнительные комплектующие лишь усиливают эффект. Помимо визуальной и функциональной составляющих, авиатренажер Су-27 укомплектован системой для имитации перегрузок и ускорений. Кроме электродвигателей, благодаря которым кабина наклоняется в нужном направлении, есть еще натяжение ремней. При наборе высоты вы почувствуете, как давление вжимает вас в кресло. Но на этом все не заканчивается, ведь на вас наденут противоперегрузочный костюм. В экстремальных режимах он будет вести себя, как в реальных экстремальных режимах. Так что полное погружение в пилотирование истребителя вам обеспечено. Как все проходит? Как только вы будете находиться внутри кабины, вы окажетесь на взлетной полосе. По рации с вами свяжется инструктор. После того, как он даст вам позывной и некоторые инструкции, будет дано разрешение на взлет. Вы выруливаете на взлетную полосу, даете форсаж и устремляетесь в небо. Там вы уже получаете указания, как делать мертвую петлю, вираж, бочку и так далее. А затем вы можете просто полетать по виртуальному миру, который тщательно проработан. К примеру, это может быть Соча с местным аэродромом Адлер или другие аэродромы Северного Кавказа. К сожалению, приземлиться в случайном месте не получится, ведь вы разобьетесь. Но можно совершить посадку на другой аэродром. Друзья, а вам доводилось управлять авиатренажером? Делитесь впечатлением в комментариях под видео. А мы продолжим. Режимов симуляции у Су-27 много. От простого полета до преследования бомбардировщика и полноценного воздушного боя. Попробовали? Понравилось? Ну тогда, если ваша мечта стать летчиком истребительной авиации, летать за штурвалом фронтового бомбардировщика или штурмовика все еще жива, то вам прямая дорога в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза Серова. С 1 августа 2015 года училище выведено из состава военно-воздушной академии, где оно было в статусе филиала, и получило самостоятельность. Краснодарское училище – единственное в стране учебное заведение, выпускающее военных летчиков для оперативно-тактической авиации. Здесь же обучают летчиков дальней морской ракетоносной и противолодочной авиации, а также летчиков военно-транспортной авиации. Срок обучения – 5 лет. Поступить в училище можно до достижения возраста 27 лет. В плане здоровья и физической подготовки к поступающим предъявляются жесткие требования. В порядке должны быть следующие системы – сердце, легкие, сосуды, нормальное артериальное давление, вестибулярный аппарат в норме и отличное зрение. Комиссия впоследствии должна проводиться постоянно на каждом курсе. При малейших отклонениях вас могут отчислить. Экзамен включает в себя подтягивания на перекладине, бег на 100 и 3000 метров. Курсанты изучают теорию полета и воздушной стрельбы, самолетовождения, строения авиационной техники, метеорологию и другие дисциплины. Кроме изучения непосредственно авиационных предметов, курсанты получают полную общевойсковую подготовку, занимаются строевой подготовкой и изучают воинские уставы. В Краснодаре осуществляется в основном теоретическая подготовка курсантов и их первоначальное летное обучение. Непосредственно полеты осуществляются на учебных авиабазах. Летчики истребительной авиации готовятся в Армавирском учебном центре. Обучение проводится на новейших учебных самолетах Як-130. Прежде чем совершить первый самостоятельный полет, курсанты достаточно долго летают с инструктором. И только когда будущий пилот освоится в воздухе, ему доверят самостоятельный взлет, полет по кругу и посадку. Инспектор будет все это время за спиной курсанта, и если тот допустит грубую ошибку, возьмет управление машиной на себя. Если полет пройдет успешно, курсанту полностью доверят самостоятельный полет. Пилот-истребитель – это очень рискованная и полная адреналинопрофессия. Во время учебы курсанты отрабатывают приемы и методы правильного и точного полета. В среднем каждый пилот в течение года должен налетать 100 часов. Практический курс обучения включает в себя следующее. Полеты по плану боевой подготовки, восстановление утраченных навыков летного состава, выполнение различного рода заданий от военного экипажа и программа подозаправки самолета в воздухе в дневное и ночное время. Очень важно освоить прием заправки истребителей в небе, так как сделать это довольно сложно. На скорости 600 км в час нужно попасть в шланг топливозаправщика. С помощью дозаправки продолжительность полета увеличивается до 5 часов. Все трюки и способы перехвата отрабатываются на новейших тренажерах-истребителях, которые с точностью повторяют всю тактику и движение. Через пять лет упорной работы выпускаются профессиональные летчики-истребители первого класса. Они поступают на службу в ВВС. Друзья, если вы или ваши знакомые уже закончили Краснодарское училище, то расскажите в комментариях под видео о том, что дало вам обучение в нем. Не забудьте поделиться и курьезными историями студенческой поры. Итак, повторимся. Выпускник поступает на службы в ВВС. Но и тут не прекращается обучение. Служба в авиации предполагает постоянные полеты для совершенствования навыков. С момента прибытия в полк начинается становление молодого летчика как воздушного бойца. Сначала это дневные полеты в простых метеоусловиях, а затем и в сложных. Следом идут ночные полеты. Их сложность постепенно растет, а следовательно и повышается класс летчика. Если прибывает он в полк летчикам третьего класса, то вскоре достигает второго, а затем и первого класса. Помимо военной специальности, летчики получают и гражданскую, что позволяет им найти себя и в гражданской жизни после окончания службы. Но так ли это легко найти себя на гражданке? На страницах своего живого журнала об этом рассказал Алексей Кочемасов, пилот, 12 лет пролетавший на истребителях. На каких именно истребителях вы летали? Начиная с первоначальной подготовки – самолет Л-29. Далее был МиГ-21 различных модификаций. После окончания училища – Су-25, Су-17, Су-17М3, Су-17М4. И после наступления 1993 года и кризиса в стране полк был расформирован. И я, чтобы дослужить до пенсии, пошел в военно-транспортную авиацию, где переучился на самолет А-22 «Антей». И на нем до пенсии и дотянул. После этого я ушел в гражданскую авиацию. Что такое переход летчика из военной авиации в гражданскую? Это мучение. Потому что законы раньше СССР, теперь российские. Они до сих пор не могут устаканиться. И в гражданской авиации считают, что военный летчик – это вообще не летчик. И перейти из военного ведомства в гражданское очень проблематично. Прежде всего, потому что военные летчики не имеют пилотских свидетельств. Они им просто не нужны, то есть есть просто летная книжка. Но в гражданской авиации нужна лицензия пилота. То есть, если человек пришел с улицы и заплатил деньги, через 2-3 месяца он получает пилотскую лицензию. А человек, который 20-25 лет отлетал в авиации и не имеет пилотского свидетельства, считается, что он не летчик. Хотя диплом о летном образовании у него есть. И этот переход довольно мучительный. Без друзей и знакомых практически сделать это невозможно. А военных и гражданских летчиков все-таки одинаково обучают? Или это разные специальности? Я затрудняюсь сказать, как сейчас обучают военных летчиков. Но то, как учили нас в свое время, имеет большую разницу с гражданским обучением. Задачи, выполняемые военными и гражданскими летчиками, различны. А если вообще говорить о летчике-истребителе, это совсем другая область. Приблизительно как космонавты и летчики. Хотя большинство космонавтов берут из летчиков. Но работы и задачи у них совершенно разные. Даже военно-транспортная авиация, которая выполняет военно-ведомственные грузовые перевозки. Они изначально учатся на маленьких реактивных самолетах. Их знакомят со штопором и другими элементами пилотажа. Но принцип разный. Все дело в том, что различны были ведомства. Военное училище находится под ведомством Министерства обороны. И даже документы, регламентирующие летную работу у военных и гражданских, совершенно различны. Хотя назывались они одинаково. Наставления по производству полетов. Но есть наставления по производству полетов гражданской авиации. И есть наставления по производству полетов военно-воздушных силах. Даже документы, регламентирующие летную работу, они разные. Но за исключение правовых документов. Это воздушный кодекс. А вот наставления штурманской службы для гражданской и военной авиации, они разные. Мы выяснили, как исполнить вашу мечту стать летчиком истребителя. А чего желают сами пилоты-истребители? В своем интервью ТАСС в 2016 году они озвучили следующее. Летчик-истребитель Су-30. Капитан Илья Сизов из династии летчиков. Отец летает на Су-27, старший брат на перехватчике МиГ-31. Выбора у младшего брата, шутит Илья, просто не оставалось. Мое детство прошло в военных гарнизонах. Я еще пацаном смотрел вверх на самолеты. В Краснодарское авиаучилище поступил в 2002. В 2007-м закончил. Поступать было сложно, конкурс большой. Я готовился, даже ходил к репетиторам по математике и физике. Занимался спортом. Первый полет, как обычно у летчиков, на третьем курсе, на Л-39, с аэродрома Майкоп. Ощущения непередаваемые, аж дрожь берет. Настоящая эйфория. Есть у нас обязательные традиции. После первого самостоятельного полета летчика дружно подкидывают вверх. А потом задом аккуратно прикладывают о воздухозаборник самолета. Я думаю, что это связано с искренним пожеланием мягких посадок новоиспеченному пилоту. Су-30 самолет очень хороший. Можно сказать, многофункциональный авиационный комплекс. Он работает и как истребитель, и как бомбардировщик. Поэтому летчиков на него в полном объеме курса боевой подготовки готовить достаточно сложно. Это и воздушные бои, и работа над полигоном, и групповые полеты, и сложный пилотаж. У российских летчиков подготовка более чем серьезная, добавляет Илья. Авиация – это большая часть моей жизни. Даже, наверное, целая жизнь. Наши жены действительно обладают громадным терпением, потому что терпят постоянные командировки. Мы постоянно отсутствуем. Ну, что поделать. Моя супруга уже привыкла. У меня двое сыновей. Если они захотят летать, отговаривать не буду, признается Илья. Летчик-истребитель МиГ-29. Первый полет Константина Прокофьева можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса, потому что закончился он катапультированием. Во время тренировочного полета произошел отказ в воздухе, и мы с инструктором катапультировались из Л-39. Этот момент я помню довольно хорошо. Время растягивается, замедляется, хотя на самом деле все происходит за доли секунды. Страшно не было в такие моменты, как-то и не думаешь, страшно или нет. Все обошлось, мы приземлились в поле, недалеко от аэродрома. Но месяц после этого пришлось потратить на обязательные медицинские освидетельствования. К счастью, потом я получил допуск к полету. Константин родился в Майкопе, в Краснодарском крае. Его отец учился в Ромавирском училище, там же познакомился и с его мамой. Он летал на МиГ-29. Я постоянно просил отца, чтобы он взял меня с собой на аэродром, посидеть в кабине самолета. Так и зародилась моя любовь. Даже тот летчик, который уходит на пенсию, все равно мечтает о небе, считает Константин. Простых полетов не бывает, но небо затягивает очень сильно. Для меня это можно сказать наркотик. Друзья, если и для вас небо это наркотик, то поступайте, учитесь и становитесь летчиками-истребителями. У вас обязательно все получится. А мы на этом все. Ставьте лайки, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, обсуждайте его. И не забудьте подписаться на наш канал. Для чего? Чтобы всегда быть в курсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok